Музыка Признан виновным в халатности. Во Владимире завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора муниципальной управ компании. Как нам стало известно, речь идет об Александре Шишенкове. Судя по открытым данным из интернета, он руководил МКП города Владимира ЖКХ до июля 2023 года. Причем наш телеканал уже рассказывал об этом уголовном деле еще в марте. Тогда областная прокуратура сообщала, что весной 2022 года возле дома номер 78 на улице Горького пострадала 8-летняя девочка. На нее с крыши здания упала голыба льда и снега. По мнению стороны обвинения, инцидент произошел из-за несвоевременной очистки крыши и отсутствия ограждения вокруг прилегающей территории. Как ранее уточняли в следкоме, который расследовал уголовное дело, своей вины обвиняемый не признавал. Теперь же суд вынес обвинительный приговор в отношении Александра Шишенкова. По нашей информации, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Следствием и судом установлено, что директор муниципального казенного предприятия Владимира жилищно-коммунальное хозяйство, который занимается обслуживанием многоквартирных домов, не предпринял меры к очистке кровли одного из домов на улице Горького города Владимира, в результате чего произошел сход снега и наледи на находящуюся на придомовой территории 8-летнюю девочку, которой причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред ее здоровью. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа. В Гусь-Хрустальном районе в ДТП машину откинуло в кювет. 8 октября в 12.53 на 335-м километре дороги Р-135 «Золотое кольцо» столкнулись две легковушки. Водитель автомобиля Киа 1998 года рождения, двигаясь со стороны города Гусь-Хрустальном направлении Владимира, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Шкода под управлением водителя 1964 года рождения. Судя по кадрам очевидцев, опубликованным в социальных сетях, оба автомобиля сильно пострадали. Одна из машин улетела в кювет, у другой вылетел двигатель и сильно помялась передняя часть. Как сообщили в дорожной полиции, 59-летнего водителя Шкоды госпитализировали. На федеральной трассе М7 «Волга» в ДТП пострадал молодой водитель. Авария произошла в минувшее воскресенье в 16.20 на 246-м километре автодороги. Водитель автомобиля «Митсубиси Лансер», двигаясь от Нижнего Новгорода к городу Владимиру, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Вольво» с полуприцепом и совершил столкновение с ним. В аварии пострадал 28-летний водитель «Митсубиси Лансер». Он получил черепно-мозговую травму. На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. В Юрьевпольском районе сгорел жилой дом. Возгорание произошло 7 октября около 5 часов вечера в селе Косогово. По словам очевидцев, местные пожарные прибыли приблизительно через 40 минут. В это время соседи пытались справиться с пламенем самостоятельно. Вот так рассказал о пожаре Сергей Стрюков, полицейский, который участвовал в тушении. Кто был у нас в селе, все побежали, ринулись к ним на помощь, оказывали содействие. Я быстренько сел на мотоцикл, доехал до пожарного водоема, который у нас сняли с учета. Взял у пожарника еще два рукава, бронзбой взял и поехал обратно к месту тушения пожара. Как сообщили в управлении МЧС области, сообщение о пожаре поступило слишком поздно. И к моменту прибытия пожарных дом почти полностью сгорел. К ликвидации пожара на площади 36 квадратных метров привлекались 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Похожий инцидент произошел в Александровском районе. В деревне Рыкулино 8 октября около половины шестого утра загорелся частный жилой дом. На место оперативно прибыли пожарные. Им удалось потушить огонь на площади 100 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается. Губернатор области с рабочим визитом посетил Иран. Об этом Александр Авдеев сообщил на своих страницах в социальных сетях. Делегация из Владимирской области посетила город Исфахан. Цель поездки – посещение предприятий, интересных для сотрудничества производителям из Владимирской области, и поиск инвесторов. Среди прочего, глава региона провел встречу с губернатором местной провинции. Благодарен коллеге за радушный прием. Мы установили контакт, обменялись мыслями по развитию сотрудничества наших предприятий, укреплению торговых связей. Я пригласил делегацию бизнесменов и турагентства Исфахана на Владимирский инвестиционный конгресс. Как сообщается ранее, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава региона встречался с послом Ирана в России. Также тогда проводились предварительные переговоры с потенциальным инвестором – крупной компанией по производству бытовой техники в Иране – «Энтехаб Индастриал Групп». В минувшие выходные Александр Авдеев посетил одну из ее фабрик. Глава региона намерен договориться о размещении производства иранской фирмы в особой экономической зоне Владимира в Александровском районе. «Мы найдем партнера в городе Исфахана. И это, конечно, на самой крупной фабрике, которая производит мастик и производит бытовую технику в Иране. Надеемся, что в лице компании, которая выпускает бытовую технику под брендом снова, мы найдем партнера и заключим пока соглашение на месяц. Надеемся, что это нечто будет. Кроме того, Александр Авдеев провел встречи с генеральным консулом России в Исфахане Борисом Бурмистровым и заместителем торгового представителя Российской Федерации в Иране Алексеем Ефимовым. Во Владимире на нескольких улицах временно отключат газ. Это связано с ремонтными работами на газопроводе высокого давления, сообщили в мэрии. Голубого топлива не будет 12 октября с 9 утра до 4 часов дня. По адресам микрорайон Коммунар, улица Центральная, дом 17А, микрорайон Пеганово, улица Центральная, дом 1А, 2, 4, 5, 14, 14А, 14Б, а также в домах 15, 16, 18, 19, 19А, 21А и 25. Ссылку на новый сервис портала ЗАГС обаппликовали в региональном правительстве. Сайт поможет определиться родителям, которые никак не могут выбрать имя будущему малышу. В основе программы 5000 реальных имен. Чтобы подобрать подходящее, сервис предлагает указать пол будущего ребенка и выбрать категорию «Популярное имя» или «Редкое». Кроме того, родители могут написать первую букву желаемого имени. Дополнительно предлагается указать отчество, длину и географию имени. Сервис бесплатный. Нашей редакции портал подобрал редкое имя для вымышленного младенца-мальчика, Аян, для девочки, Макка. Стоит предположить, что полностью опираться на первое попавшееся имя родители не будут. Зато смогут выбрать из множества предложенных вариантов. Как сообщили в правительстве области, в этом году в регионе чаще всего мальчиков называли Артем, а девочек — София. Баскетбольная команда «Владимирские львицы» в ЛГУ провела первые домашние игры Высшей лиги чемпионата России. Соревнования прошли в спортивном корпусе опорного вуза. Баскетболистки сражались с чебоксарской командой ЧГУ «Атланта». Владимирским спортсменкам удалось обыграть соперниц два раза. В первый день со счетом 88-81, а во второй — 80-64. Его картины отличаются смешением стилей, буйством красок и фактурными мазками. В центре пропаганды ИЗО открылась выставка «Импрессионизм Константина Горбатого». В мажорных солнечных работах, что свойственно импрессионистам, прослеживается и реалистичная манера написания. Звучат отголоски постимпрессионизма и даже модерна. Как говорят искусствоведы, такое сочетание стилей уникально для художника начала 20 века. У живописца была своя трактовка отражения мира. «Импрессионизм Константина Горбатого получил свою художественную трактовку благодаря личному взгляду художника на мир и благодаря его полученному художественному образованию. А так как это образование было связано с русской реалистической школой живописи, то его работы более реалистичны, с большей трактовкой формы, привычной зрителю». В экспозицию вошли произведения из коллекции музея «Новый Иерусалим» города Истра. В картинах прослеживается любовь к родине русской провинции. Константин Горбатов родился в простой мещанской семье Самарской губернии. Тем не менее, смог добиться высот в искусстве. Его основные работы были написаны после окончания Петербургской академии художеств. Раннее творчество отражают картины «Новгород, великие троицы Сергиева лавра, весенний пейзаж». Для их создания живописец использовал акварель, гуашь и белила. Для всех других – масло. Очевидно, что художник отдавал предпочтение зимним пейзажам и ранней весне. Все они написаны в начале 20 века. «Этой живописи 100 лет фактически, да, но даже есть некоторые работы и больше. И ощущение солнца, которое представлено в зимних полотнах или в летних полотнах, они удивляют в принципе». Обрести известность в России Константину Горбатову при жизни не удалось. С наступлением революции картины художника покупать перестали. Вместе с женой он был вынужден эмигрировать за границу. «Этот художник в свое время был несколько забыт и несправедливо забыт, потому что его живопись настолько жизнерадостная, настолько жизнеутверждающая, что особенно сейчас, в наше такое смутное время, эти картины могут подарить такую частичку радости». По приглашению Максима Горького художник переехал в Италию. Именно там наступил рассвет его творчества. Константин Горбатов любил писать Венецию и виды острова Капри. Одна из самых популярных картин «Итальянский садовник». Она и задает тон выставки. На холсте колоритный итальянец в легких брюках и шляпе от солнца, как щеголяли местные жители. Портрет передает веселье и жизнелюбие островитян. Есть и натюрморты – символичные значения у картины «Подсолнухи». В Италии подсолнухи являются цветком, который дарят, приносят в дом для того, чтобы создать уют, принести радость и счастье. И эта работа, она символизируется с ощущением радости, оптимизма. В начале 30-х годов Константин Горбатов написал серию графических работ о Лондоне и Палестине. Со временем перебрался в Берлин. Творца одолевала тоска по родине. Вопреки запретам Гитлера об изображении храмов, художник начал писать архитектурные пейзажи, как в начале своего пути. Появились картины «Потонувший город», «Псков», «Вечер в русской провинции». Константина Горбатова не стала в мае 45-го после Великой Победы. Всего на экспозиции представлено 89 произведений. Выставка организована в рамках нацпроекта «Культура» и будет работать до 10 декабря. Евгений Павлов, Егор Диакевич, 6 канал. Ученики школы креативных индустрий города Владимира посетили центр для животных «Дорога добра». Ребят встретили волонтеры. Они рассказали историю создания этого места, а также почему важно помогать животным. Кинолог Рика Ханина занимается воспитанием собак. Волонтер рассказывает, сначала она работала в платных клиниках, а когда узнала про центр для животных, решила вступить в команду. Я тогда только начинала свой путь в кинологии и начала его, собственно, с дворняжек. И мне это очень нравится. Я работала и в реабилитационных центрах, и просто с домашними собаками. Но собаки из приютов – это, наверное, моя миссия. Недавно центр для животных исполнилось два года. За это время волонтеры обустроили комфортные условия для собак. Это было непросто. Раньше здесь располагалось голое поле. С помощью пожертвований удалось построить забор, пробурить скважину и проделать много работы. Теперь на территории центра «Дорога добра» есть большие вольеры с отоплением, зона выгула и даже ветеринарный вагон. А еще помещение для волонтеров. В будущем здесь хотят построить зоогостиницу. Дай пять. Дай пять. В центре для животных проживает около 40 собак. У каждой своя печальная история жизни. Пса по кличке Алтай прошлые хозяева держали на цепи. Его не кормили, и он выл от голода. Есть собачки, которых мы забрали прямо с улицы. Есть собачки, которых выбросили неразивые хозяева. Абсолютно из разных мест они попадают. То есть мы просматриваем объявления в соцсетях. В том числе и бывает. Увидим собачку, которой жалко, забираем к себе в приют, лечим. Ее чаще всего именно через ветеринарную клинику это все проходит. Ну и вот они у нас, как видите, все такие довольные, здоровые, счастливые. Ученики школы креативных индустрий быстро наладили контакт с животными. Даже те, кто сначала боялся зайти на территорию. Оказалось, что бездомные собаки ничуть не хуже домашних. После встречи некоторые ребята задумались о том, чтобы в будущем взять питомца из приюта. Ощущения у меня просто шедевральные. Я в восторге. Собочки няу, прям очень милые. Они такие няшики, я не могу. Вот это прям то, чего мне не хватало в последнее время явно. В конце встречи кинолог «Дороги добра» дал несколько советов о том, как вести себя с собаками. В свою очередь ребята подарили приюту игрушки и корм для животных. Этого на школу креативные подарки собачкам и девочкам, и мальчикам. А все сердце, со всей душой. Спасибо вам. Спасибо большое, что вы есть. Спасибо. Елизавета Носкова, Александр Голубев, 6 канал. Субтитры подогнал «Симон»!